Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Антон Праяев, преподаватель колледжа сервиса. И поговорить я с ним хочу об экологическом туризме. Антон, вообще имеет ли смысл задавать вам такой вопрос? Экологический туризм в Оренбурже, ведь насколько я знаю, у нас регион относится к загрязненным. Оренбургская область практически стоит на последних местах в экологическом рейтинге по всем регионам России. Но в Оренбургской области все-таки есть очень много очень красивых мест, замечательных, которые нуждаются в поддержке и правительства, и местных властей для развития экологического туризма. И это направление в нашей области, я считаю, актуально. Надо воспитывать современную молодежь и приучать любви к природе, беженному отношению к ней. Как говорится, не оставлять после себя горы мусора. И, как говорится, да, самые грязные, опять же, места в Оренбургской области, вы знаете, что это в большей степени и восток Оренбургской области, и Новотроицк, и, как говорится, Орск. Но, в принципе, есть еще и другие районы области, которые экологически чистые. И нужно создать такую ситуацию, чтобы они в дальнейшем не были в такой же определенной ситуации. Вот создание этой как раз обстановки, поддержание экологически чистой обстановки в районах, которые еще уцелели, скажем так. Так, чья это вотчина? Кто должен этим заниматься? Вообще, поддержание безопасной экологической обстановки должно идти совместно и с органами власти, и с Министерством экологии, Министерством природных ресурсов. И проводиться должны определенные выходы, экскурсии, акции совместно со школьниками, студентами, с различными учреждениями. Потому что зачастую очень много людей выезжает на места отдыха и не относятся бережно, опять же, к определенной местности. Просто даже пример. Многие люди выезжают в лес, оставляя после себя там различные пакеты пластик, не затуши костер. А когда школьники и студенты даже с младшего возраста приучаются к бережному отношению, в дальнейшем перспективы, конечно, уже будут положительные. Надо проектировать и создавать уже в таких определенных районах Оренбургской области определенные заповедники, вплоть даже до национальных парков, чтобы все действия ограничили строго по закону. Вот привести пример. Бузылукский бор. Отличное место для отдыха не только жителей нашей Оренбургской области и соседних регионов. Но опять же, большое количество туристов, которые приезжают в данный уже, как говорится, национальный парк, тоже вредят и приносят урон Бузылукскому бору. Также в Бузылукском бору находятся несколько нефтяных скважин, которые тоже вредят данному реликтовому лесу, который сформировался несколько тысячелетий назад. А что касается поддержания безопасности данных районов, опять же, повторяю, что все должны быть задействованы от мала до велика. Экологические маршруты разрабатываются с условием приучения, опять же, любви к природе, изучения новых мест, экологически безопасных, как говорится, девственных лесов, как говорится, степей. Допустим, Оренбургский, если взять район, у нас можно сделать и спроектировать очень хороший национальный, опять же, заповедник. Донгусская степь, где располагается сейчас полигон Донгусский, вы знаете, на котором 9 октября прогремел очень большой взрыв. Донгусская степь знаменита своими тюльпанами Шренко, очень красивыми степями и природой. Вообще, в Оренбургской области есть и остатки юрской фауны, что касается палеонтологии. И все объекты на нынешнее время и в будущем нуждаются в защите. Мы должны защитить их максимально. На сегодняшний момент есть какие-то достижения в этом плане? Что-то сделано, что находится под защитой, под замком. В чем проблема? Не хватает финансирования? Или на каком-то высоком уровне не слышат люди, специалистов? В чем вот, что останавливает процесс? Останавливает процесс, да, в определенной степени то, что действительно не слышат, как говорится, и мнение экологов, и общественных организаций. Привожу, опять же, пример, сайгачи рудники, древние египетские штольни, которые несколько, практически месяцев назад, могли быть проданы определенному заводу для сливания туда электролитов. И за счет некоторых организаций, как говорится, в плотной борьбе, приостановили эту деятельность. И защитили. И защитили вот эти сайгачи рудники, чтобы не заливать туда, как говорится, на этой территории электролиты, отработанные заводу. Вот одно из, как говорится, действий положительных. Что касается других памятников природы, опять же, касается палеонтологических, почему-то в большей степени все эти разработки идут для строительных материалов, ракушечник используется. Хотя, честно скажу, у нас, допустим, вот эти островки юрской фауны, Итриасово, это океан Тетис, дно океана Тетис, известно в 10 странах всего лишь мира. В 10 странах. И у нас уникальные объекты, которые мы должны и обязаны сохранить. И если бы, опять же, сайгачи рудники сливались эти электролиты в районе этого места, рядом находятся притоки рек Сакмара. Сакмара, вы знаете, прекрасно впадает в реку Урал. И это грозило большой экологической опасности. Поэтому актуальность развития экологического туризма, она будет посеведневна и на каждый день. Как говорится, и направление это надо развивать, развивать и поддерживать, и финансово поддерживать. Не просто, как говорится, есть у нас программа, ну и где-то она лежит на полке, да. Ее нужно реализовывать максимально на всех уровнях власти. Привлекать абсолютно всех, как говорится, от малого до великого. Про власть понятно, что иногда проходит много времени, прежде чем власть услышит или выдаст денег. Не пробовали привлечь благотворителей, меценатов к этим действиям. Они обычно очень любят, во-первых, попиариться за этот счет, да, но это не важно, была бы цель достигнута. Ну и, во-вторых, у них всегда есть деньги. Может быть, так решить эту проблему? У нас несколько Всероссийского общества охраны природы, даже есть проектов по сохранению различных памятников и экологических мест Оренбургской области, безопасных. Совместно с крупнейшими предприятиями города привлекаются уже меценаты, потому что, допустим, опять же, почистить реки или озера, убрать какой-то лес. У нас необходимы и техника, и определенные те же финансы, и рабочая сила. Привлекаем, привлекаем постепенно. В течение первого года, конечно, трудно поднять, развить это направление, понимаете. Люди не нравятся то, что действительно уже откликаются на данные проблемы. Они видят, что мы живем в данной местности, которая грозит опасности будущему поколению. И ведь эти деньги идут не просто на растращивание вне куда-то, а именно на улучшение нашей экологической обстановки. Плохо то, что в Оренбургской области идут небольшие выплаты за негативные воздействия на окружающую среду. Если бы эта плата была выше, соответственно, предприятия Оренбургской области затрачивали бы больше своих финансов на улучшение экологической безопасности различных своих предприятий. Оренбургский газзавод, Новотроицкий, вы посмотрите, полностью задыхаются в дыму, не думая о том, что рядом тоже есть хорошие места, где люди могут спокойно отдыхать. Ведь можно же установить определенные современные технологии. Нет, лучше небольшой процент отдать заплату за негативные воздействия и быть спокойным. Мы думаем о будущем нашем поколении, о наших детях. Мы боимся их за их здоровье, за здоровье своих близких, родителей. И очень жалко Орск, Новотроицк, да и другие города Оренбургской области, да и даже Оренбург, рядом с которым находится газзавод, просто задыхаются от вредных взвесей и частиц данных предприятий. Вот давайте поговорим все-таки о маршрутах. Мы вокруг да около ходим их, вы говорите, что есть маршруты, вы кого-то вывозите. Куда можно поехать, чтобы убедиться в том, что есть в Оренбурге экологически чистые места? Да, есть в Оренбурге экологически чистые места. И, конечно, в какой-то степени затронута действенностью человека. Это опять же привожу пример нашего реликтового Бузулукского бора. Это Оренбургский заповедник, в который входит несколько участков степей. Айтуарская, Щесайская, Буртинская, часть Донгусской степи. Также мы можем на территории Оренбургского Солилецкого района побывать на геологических даже памятниках, очень красивых и с ископаемыми остатками древних морских животных. Это гора Змеиная, балка Джиланды-Сай и так далее. Гора Стекляная, выходы гипса под городом Оренбургом находятся. Также у нас как раз вот эти древнегипетские штольни, которые 300 лет назад как раз граф Шувалов снова восстановил. Есть очень много мест, о которых мы даже еще, может быть, не догадываемся. И поэтому у нас сейчас разрабатывается направление по велотуризму. Группа велосипедистов разрабатывает уже сами совместно с нашими организациями маршруты для изучения. Здесь экологически чистые места. Да, все, действительно, его нужно сохранить. Действительные хорошие места. А здесь уже надо, как говорится, применить меры и сохранить этот данный объект, очистить, оккультурить и так далее. В Оренбургской области также очень много родников. Поэтому со школьниками, студентами мы зачастую ездим на эти объекты. Конечно, в данный момент сейчас уже не поедем, потому что природные условия, само собой. Но даже в зимнее время мы отправляем студентов, пожалуйста, в город Кувандык. Горная, как говорится, Оренбургская Швейцария наша, экологически чистые места, которые нужно поддерживать и развивать направление. Направление очень хорошее. Все-таки лучше туризмом экологическим заниматься в группе какой-то организованной, или, разузнав вот эти места, самому или с друзьями отправляться туда дикарями и действительно наслаждаться единением с природой? Конечно, для начала мое, опять же, мнение – это исследовать территорию, провести определенную характеристику, даже общественный какой-то анализ, провести различные мероприятия. А потом уже, конечно, налаживать маршрут и отправлять определенными же группами. Но, опять же, чрезмерно направлять в группу тоже не стоит, потому что туристы бывают разные и могут навредить, опять же, природе. И таким образом, в принципе, я думаю, все в дальнейшем будет хорошо, если постепенно все будут приезжать и в определенных местах останавливаться. Благодарю вас за беседу. Очень много узнали мы об экологическом туризме. Надеюсь, действительно, это направление будет развиваться так красиво, как вы нам это описывали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова